В течение ближайших двух лет на Алтае исчезнет платная рыбалка. В то же время браконьеры станут больше платить за незаконный улов. Сегодня в Краевом Министерстве природных ресурсов журналистам рассказали о поправках в федеральном законодательстве, касающихся любительской рыбалки. Все три санкционированных платных водоема, расположенных в Алтайском крае, это Сорочи-Лог, Чесноковское и Бешенское водохранилища, скоро будут упразднены. Рыбачить на них можно будет бесплатно, однако, признают чиновники, новая мера повлечет за собой ряд проблем. Например, за озерами некому будет ухаживать, а популяции рыб, порой ценных, скорее всего, исчезнут. С какой целью на федеральном уровне введена эта норма, чиновники, увы, пояснить не смогли, но заверили, что уже ищут пути, как минимизировать ущерб вместе с владельцами водоемов. Чиновники отметили, что остальные водоемы, которые берут деньги за рыбалку, являются, по сути, незаконными, за исключением рыбных ферм, которые останутся, но на других условиях аренды. Следующее новшество должно еще более осложнить жизнь браконьерам. С ноября прошлого года значительно выросли таксы на незаконно выловленную рыбу. Если нарушителя поймали с сетями или электроудочкой, ему грозит штраф. Плюс оплата за незаконный улов. Она выросла в разы. Карась был 20 рублей за голову, сейчас 250 рублей. Судак – 3000 рублей за голову. Щука, сазан – такие наиболее популярные виды для рыбаков-любителей – 900, почти 1000 рублей. Но есть и хорошие новости. В Минприроды заверили – любительская рыбалка останется свободной. Никаких именных билетов или лицензий на рыбную ловлю не потребуется. Однако за одни сутки можно добывать не больше 10 килограммов рыбы.